Подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода. Матфея, глава тринадцатая, стихи сорок седьмой, пятьдесят второй. Еще. Подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изидут ангелы и отделят злых из среды праведных и увергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. И спросит их Иисус. Поняли ли вы все это? Они говорят ему. Так, Господи. В сегодняшнем отрывке из Библии наш Господь продолжает говорить о Царстве Небесном. Господь сказал еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода. Матфея, глава тринадцатая, стих сорок седьмой. Наш Господь сказал, что Царство Небесное подобно неводу. Невод в данном случае символизирует Божью Церковь. Почему Бог сказал, что Его Церковь подобна неводу, заброшенному в море? Он сказал это потому, что именно через Божью Церковь, Евангелие воды и Духа распространяется по всему миру, и души людей обретают спасение от своих грехов. Бог через Свою Церковь посеял семена Евангелия воды и Духа в этом мире, чтобы все люди могли войти в Его Царство. Вот почему, говоря о Царстве Небесном, Он провел аналогию с неводом, который забрасывают в море. Наш Господь сказал, что именно Божья Церковь сортирует рыбу, оказавшуюся в сетях Евангелия воды и Духа, собирая хорошую рыбу в сосуды, а плохую выбрасывая вон. Кроме того, Он сказал, что в конце времён Он пошлёт своих ангелов, которые отделят грешников от праведников, и будут судить их. Плохая рыба будет выброшена вон, и отвергнутые Богом души будут стенать и скрежетать зубами в огненной печи. Царство Божье создаётся благодаря Евангелию воды и Духа, которое проповедуется по всему миру. Наш Господь по всему миру раскинул невод для спасения человеческих душ, даровав людям Евангелие воды и Духа. И Он спасает тех, кто будет уловлен этим неводом. Иными словами, души человеческие могут обрести спасение от своих грехов, если в Божьей Церкви они слышат евангельское слово воды и Духа. Кроме того, наш Господь говорит нам, что Он отделит пшеницу от плевел в Его Церкви и праведников направит в Царство Божье, а нечестивцев не зринет в преисподнюю. Евангелие воды и Духа посеяно на четырёх полях человеческих сердец. Сегодняшний отрывок из Библии является как бы продолжением тех притч, которые Иисус уже рассказал в 13 главе Евангелия от Матфея. Этим отрывком наш Господь завершает притчи данной главы. Поскольку все притчи 13 главы связаны между собой, я хотел бы ещё раз вспомнить их, начиная с притчи о Сеятеле. Наш Господь сказал в Евангелии от Матфея, глава 13, стихи 18-й, 23-й. Вы же выслушайте значение притчи о Сеятеле. Ко всякому, слушающему слово о царствии и неразумеющему, приходит Лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен. Так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать. Наш Господь рассказал нам о четырёх различных полях. Первое поле было при дороге, второе поле было каменистым, третье – заросшее терниями, и только на четвёртом поле была плодородная почва. Под полем при дороге подразумеваются люди, которые слепо соблюдают все церковные обряды и предписания. Люди, которые сами себе выбирают религию, исповедуют христианство просто как одну из мировых религий. Несмотря на то, что в их сердцах посеяно евангельское семя, воды и духа, позволяющие им войти в Царство Божье, они слушают Слово Божье и не понимают его. И, как результат, приходит сатана и похищает это евангельское семя. Следующее поле было полем каменистым. И Иисус сказал, что посеянное на этом поле означает того, кто слышит Слово и тотчас же с радостью принимает его. Но поскольку Слово не может глубоко пустить корни в его сердце, вера этого человека недолговечна. Когда начинаются гонения и преследования за Слово, он тутчас же отрекается от своей веры. Он отрекается потому, что слой почвы на поле его сердца неглубок и корнем Слова Божьего не за что зацепиться. Всякий человек, который слышит Божье Слово о Евангелии воды и духа, должен осознать, что это Слово является настоящей истиной прощения грехов и должен принять его всем своим сердцем. Однако, даже если человек принимает это истинное Евангелие, он, не будучи способным удержать его, всё равно погибнет. Это означает, что сердце его не было полностью согласно со Словом Божьим. Что в данном случае означают корни? Это не что иное, как Слово Божье. Прежде чем рассказать нам о Евангелии воды и духа, Бог вначале должен был поведать нам о наших грехах. Кроме того, Он рассказал нам и о наказании за грех. Однако, несмотря на это, некоторые люди не уверовали в Его Слово полностью, хотя и должны были уверовать в Него всем своим сердцем. Нам необходимо понять, что всё, сказанное Богом, было сказано именно нам, и потому всякий раз, когда мы слышим это Слово и внимаем тому, что Он говорит нам, мы должны держаться этого Слова и верить в Него. Только в этом случае мы можем получить прощение наших грехов. Даже после обретения нами прощения грехов, наши пороки всё равно проявляют себя, и в такие моменты мы должны осознать, «Несмотря на мою несостоятельность, Господь спас меня от всех моих пороков и грехов, и мы должны верить в Божье Слово. Только тогда наша вера не погибнет». В притче о полях под каменистым полем подразумеваются люди, чьи сердца восстают против Бога, и, следовательно, Его Слово не может укорениться в их сердцах. Эти люди, услышав Евангелие воды и духа, не смогли принять Божье Слово в своё сердце. Иначе говоря, они поверили в Евангелие воды и духа так, как поверили бы в любую другую мировую религию, и, поскольку они неохотно верили в Божье Слово и не смогли принять Евангельское Слово воды и духа полностью, их настигла духовная смерть. Поскольку почва на полях их сердец была неглубока, Слово Божье не смогло пустить глубоких корней, и им пришлось испытать то, к чему приводит наличие греха. В конце концов, не познав Евангелие воды и духа, эти люди погибли, поскольку они не осознали порочности своих сердец. Таким образом, решающее значение для нас имеет признание Слова Божьего, даже после того, как мы познали Евангелие воды и духа. Слово Божье подобно корням растения, и только если мы держимся этого Слова и веруем в Него, мы сможем жить и не погибнуть. Подобная вера позволяет нам обрести новую жизнь. Если в нашем сердце не будет Слова Божьего и такой веры, тогда наша духовная жизнь будет неполноценной, и в конце концов мы превратимся в обычных верующих, которых постигнет духовная смерть. Такие люди веруют в Иисуса лишь в рамках общепринятого христианского вероучения и ходят в церковь только потому, что так надо, не имея при этом истинной веры в Бога. Как результат, они ходят в церковь со своей собственной праведностью только для того, чтобы выставить на показ своё собственное благочестие, давая понять всем, какой же я замечательный и умный. Мы не услышим Евангелия воды и духа нигде, кроме Божьей церкви. Однако мы должны помнить, что даже если мы и ходим в церковь, в которой проповедуют Евангелие воды и духа, но у нас нет истинной веры, мы всё равно погибнем. Поэтому мы должны размышлять над Словом Божьим, которое мы слышим в Божьей церкви и должны верить в Него. Евангельская истина воды и духа кардинальным образом отличается от расплывчатых, не дающих чётких и однозначных ответов доктрин современного христианского мира. Люди, которые ходят в мирские церкви, лишь громко призывают имя Господне, говорят на языках и всякий раз молятся Богу, лишь просят Его неспослать им благословения. Они полагают, что, соблюдая пост и веруя в Бога, они получат Его благословение, но подобная вера ошибочна. Эти люди становятся церковными старостами и диаконами, не имея в своём сердце Евангелия воды и духа. Их вера является полной противоположностью вере тех людей, которые веруют в Евангелие воды и духа. Однако, несмотря на это, наш Господь хочет спасти от грехов даже таких людей, как они. Господь пожелал уничтожить все наши грехи от имени Бога и выполнил эту миссию посредством Евангелия воды и духа. Ему было угодно неспослать нам дарованное Богом спасение и веру. И Он уже облачил нас своей милостью, любовью и благодатью. Уверовав в Иисуса, мы не должны ходить в церковь только потому, что таков порядок, но должны познать истину через нашу веру в Слово Божье. Что произошло бы, если бы, посещая Божью церковь, мы стали хвалиться нашей личной праведностью, если бы вместо того, чтобы всем своим сердцем держаться в Слово Божьего, мы поддались искушению и погрязли в духовной лени. Даже праведники чувствуют духовную опустошённость, если не хранят верности Евангелию воды и духа. Мы должны чтить Божье Слово, запечатлеть Его в наших сердцах, держаться Его благодаря нашей вере, размышлять над Ним и верить в Него. Мы должны идти навстречу Богу, распахнув для Него наши сердца, следуя при этом Его правде и живя ради Его Евангелия. Если кто-нибудь из нас не сможет всем сердцем своим объединиться со служителями Божьими и Его Церковью, вера Его обречена на погибель. В этом мире по-прежнему правит Сатана, поэтому как бы хорошо мы не знали Евангелия воды и духа, и как бы мы не верили в Него, если Слово Божье не укоренится в наших сердцах, наш разум, лишённый духовной пищи, попадёт под влияние лживых доктрин и вновь окажется заложником греха и в конце концов погибнет. Наша вера не должна становиться ни полем при дороге, ни полем каменистым, ни полем тернистым. О тернистом поле Господь сказал, А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Если человек слышит слово Божье, но мирские заботы и обманчивое богатство сбивает его с пути истинного, но становится совершенно очевидным, что он не принёс никакого духовного плода. Если сердце человека озабочено такими мирскими проблемами, как богатство, слава, женщины или власть, он обречён превратиться в нечто подобное плевелам. Получение прощения грехов по вере в Евангелие воды и духа и обретение веры позволяющей нам войти в Царство Божье, всё это отнюдь небанальные вещи, от которых мы можем отречься, поддавшись искушению мирской суетой. Из четырёх разных полей, о которых говорится в притче о Сеятеле, три поля не могут принести добрых плодов. Поэтому мы должны постоянно помнить о благодати спасения, дарованной нам Богом, и благодарить Его за это. Нам надлежит служить Господу в благодарность за Его спасение, и следуя за Господом, становиться с Ним единым целым. С другой стороны, если нас волнует лишь материальная сторона нашей жизни, к примеру, что делать, чтобы жить в достатке, или где бы получше поразвлечься, тогда в конечном итоге наша вера погибнет, даже несмотря на то, что мы слышали евангельское слово воды и духа, и некоторое время верили в него. Разумеется, что нас также волнуют вопросы земного бытия и мирские проблемы. При этом мы веруем в Евангелии воды и духа. Но таковы не все. Да, мы по-прежнему не безразличны к мирским удовольствиям, но в наших сердцах пребывает тот, кто куда более ценен, чем все эти удовольствия вместе взятые. Это наш Господь, который облачает нас своей благодатью, дарует нам вечную жизнь, не спосылает нам прощения всех наших грехов и наделяет нас истинной верой. Облачая нас своей безграничной благодатью, он способствует процветанию наших души и тела. Поэтому нам ничего не остается, как еще больше почитать Бога. Несмотря на нашу несостоятельность, Евангелие воды и духа избавило нас от всех грехов и потому совершенно естественно, что наши сердца исполнены благодарности Богу. Господь говорит, что если мы постоянно будем хранить в наших сердцах Евангелие воды и духа, будем держаться Слово Божьего и верить в Него и будем следовать за Господом, мы обязательно сможем войти в Царство Божье. Кроме того, он говорит, что именно так мы сможем стать народом веры, подобно Аврааму, сможем приносить богатые духовные плоды на этой земле и станем великими мужчинами и женщинами, которые будут почитаемы людьми во всем мире. Евангелие воды и духа распространится по всему миру. Наш Господь сказал, подобно Царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода. Царство Божье подобно неводу. Царство Божье принадлежит верующим в Евангелие воды и духа. И это царство забросило невод по всему миру. Иными словами, Евангелие воды по всему миру. Господь позволил каждому человеку на земле познать это Евангелие во всей его полноте. И он сделал так, что каждый человек будет уловлен этим неводом и не сможет избежать этого. Евангелие воды и духа слышали многие. Кто-то от своих друзей или родственников, кто-то из книг, кто-то из других источников. И Господь сказал, что он придет и разберется с рыбой, захваченной неводом. Хорошую рыбу он соберет в сосуды, а плохую выбросит вон. Господь сказал, изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и увергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Здесь Господь говорит о том, что Царство Божье принадлежит верующим в Евангелие воды и духа, и что именно верующие в это истинное Евангелие станут учениками Иисуса Христа и будут проповедовать это Евангелие по всему миру. Люди, которые слышат Евангелие воды и духа, реагируют на него по-разному. Одни оказываются захваченными этим неводом, другие же избегают его, отказываясь даже слушать о нем. Однако, в конце концов, наступит момент, когда Господь приступит к сортировке тех, кто оказался захваченным неводом Евангелия воды и духа. И тогда добрую рыбу он соберет в сосуды, а худую отбросит прочь. Господь сказал, что он отделит нечестивцев от праведников. Иначе говоря, даже среди тех, кто верует в Евангелие воды и духа, есть как праведники, так и грешники. Каким образом среди людей, которые приняли истинное Евангелие могут быть праведники и грешники? Если все грехи людей могут быть уничтожены по их вере в Евангелие воды и духа, тогда почему Господь говорит, что среди верующих есть как праведники, так и грешники? Нам необходимо тщательно исследовать этот вопрос и найти правильный ответ. Все мы одинаково ходим в церковь и живем одинаковой духовной жизнью, однако некоторые из нас окажутся грешниками перед Богом. Кто эти люди? Кто эти грешники, которые ходят в нашу церковь? Это те, чьи сердца подобны тернистому полю из притчи о сеятеле. Это те, кто, несмотря на свои заявления о вере в Евангелие воды и духа, по-прежнему жаждут обладать материальными благами этого мира, те, кого волнует лишь благополучие их плоти и кто абсолютно не заинтересован ни в распространении Евангелия воды и духа по всему миру, ни в исполнении его воли. Хотя эти люди услышали Евангелие воды и духа и уверовали в него, они никогда не смогут принести духовных плодов. С точки зрения Господа эти люди являются грешниками, поскольку их вера не помогла им объединить свои сердца с его делами. Наш Господь сказал, что он смотрит не на наш внешний облик, но в наши сердца. Веруем ли мы в Бога всем своим сердцем, искренне ли объединяемся с его церковью и от всего ли сердца проповедуем Евангелие воды и духа. Вот на что смотрит наш Господь. Когда Иисус сказал, что пойманная неводом рыба будет разделена на хорошую и худую, он имел в виду, что люди, которые ходят в Божью церковь, проповедующую Евангелие воды и духа, будут разделены на грешников и праведников, пшеницу и плевелы. Вот что сказал наш Господь. Веруете ли вы в Евангелие воды и духа всем своим сердцем? Действительно ли вы признаете, что Господу никогда не будет угодно вера людей, чьи сердца подобны худым полям, и что семена, посеянные на этих полях, никогда не дадут всходов. Праведники никогда не уподобятся худым полям, несмотря на то, что плоть их по-прежнему остается немощной и несостоятельной. Что собой представляет первое поле в притче о сеятеле? Разве это не поле при дороге? Мы, праведники, не можем верить в Иисуса так, как в Него веруют люди, считающие христианство просто одной из мировых религий, подобно буддизму, конфуцианству, таоизму или индуизму. Может ли наша вера быть подобной вере таких людей? Нет, не может. Наш Господь Христос, Сын Бога Живого. Он сотворил Вселенную и нас с вами. И, чтобы избавить нас от всех наших грехов, Он пришел на эту землю, принял крещение от Иоанна Крестителя, умер на кресте и воскрес из мертвых. Тем самым наш Господь раз и навсегда избавил нас от всех наших грехов и стал нашим вечным спасителем. Поэтому ходить в Божью Церковь для нас вовсе не означает слепо соблюдать религиозные традиции. Это возможность жить по вере. Праведник должен жить по вере. Бог является нашим спасителем и господином. И само собой разумеется, что мы признаем господина господином. И мы не можем не верить в него, и не следовать за ним. Господь желает, чтобы мы следовали за ним именно с такой верой. Верой, как в спасителя. Веруя в Евангелие воды и духа, и следуя за Господом, мы временами подвергаемся гонениям и преследованием за нашу веру в Слово Божье. Как сказано в Писании, да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Второе, Тимофею, глава третья, стих двенадцатый. Поэтому мы можем следовать за Господом только в том случае, если отречёмся от самих себя. Что означает отречься от самого себя? Это означает отречься от вожделений плоти. Должны ли мы думать только о себе? Нет, мы можем не быть национальными героями, но мы должны посвятить свою жизнь совершению праведных дел. Почему люди помнят и чтят национальных героев, которых уже давно нет в живых? Потому что они благодарны этим героям за то, что те почли своим долгом защищать свою страну и свой народ. Они выступили на защиту своей страны и своего народа, несмотря на то, что прекрасно знали, что могут быть пленены, подвергнутся пыткам и смерти. Вот почему мы помним их как мужественных людей, которые совершили правое дело. Веруя в Евангелие воды и духа, мы получили прощение всех наших грехов. Сам Господь посредством Евангелия воды и духа уничтожил все наши грехи, и теперь мы стали безгрешными поверия. И поскольку Господь взял на себя все наши грехи, спас нас от них, понес наказание за них и воскрес из мертвых, верить в это Евангелие и ходить в его церковь для служения праведным делам Божьим означает быть хорошей рыбой, о которой он говорит в своей притче. Конечно, для этого нам потребуется пожертвовать многим в нашей личной жизни. Однако, если человек не объединяется сердцем с теми, кто служит Богу и Евангелию, но отворачивается от них, Бог отвергнет его, как бы настойчиво он не говорил о своей вере в Евангелие воды и духа. Вот почему такой человек считается плохой рыбой нечистивцем. Господь стал жертвой умилостивления за все наши грехи, даровав нам Евангелие воды и духа. Иисус спас нас от всех наших грехов. Наш Господь возлюбил нас, не спас слал нам все свои дары и принес себя в жертву за нас. Господь возлюбил нас, Он по-прежнему любит нас и хочет продолжать любить, чтобы жить с нами вечной и счастливой жизнью. Он только спрашивает нас, разве вы не станете моими руками, моими глазами и моими ногами, чтобы проповедовать другим людям Евангелие воды и духа, пока вы пребываете на этой земле? Как же мы можем не единить наши сердца с Господом? Есть люди, которые отвечают на это следующим образом. А я не хочу этого делать. Вы что, принимаете меня за дурака? Мне всё известно. Хорошо, я верую в Евангелие воды и духа. Теперь я безгрешен, не так ли? На этом и остановимся. Почему вы требуете от меня, чтобы я от всего отказался и жил только ради Евангелия? Вы полагаете, что я совсем глупый? Почему вы не оставляете меня в покое? Прекратите приставать ко мне. Современный человек жаждет свободы. отстаньте от меня. Спасибо за то, что даровали мне прощение грехов, но больше ничего от меня вы не дождетесь. Вот так. Дорогие братья и сестры, иметь такое сердце и говорить подобные вещи означает иметь веру, которая восстает против Бога. Это вера нечестивцев, которые предают Бога. Если мы искренне веруем в Евангелие воды и духа всем своим сердцем, тогда несмотря на то, что нам могут нравиться мирские удовольствия, и мы не хотим, чтобы кто-либо вмешивался в нашу частную жизнь, а также мешал нам наслаждаться всеми её прелестями, мы никогда не сможем делать всё, что хотим из-за нашего упрямства. Почему? Потому что неспосланная нам Божья любовь столь велика, и спасение, дарованное нам Господом столь чудесно, что мы никогда не сможем сделать этого. Если человек не помнит о неспосланной ему благодати, тогда он поистине хуже пса, возвращающегося на свою блеватину. Дорогие братья и сёстры, в сегодняшнем отрывке из Библии Иисус говорит нам о том, что он отделит грешников от праведников. Этим предупреждением он заканчивает свои притчи в тринадцатой главе Евангелия от Матфея. Иисус сказал, что Царство Небесное подобно неводу, закинутому в море. Господь распространяет Евангелие воды и духа по всему миру. Я уверен, что всякий человек, стремящийся познать истину, непременно сможет найти Евангелие воды и духа, и что бесчисленное множество человеческих душ уверуют в него. Однако среди тех, кто заявляет о своей вере в это истинное Евангелие найдется много таких, кто окажется грешником и будет брошен в вечное пламя ада из-за того, что он не смог всем сердцем уверовать в Слово Божье. Господь сказал, что хорошую рыбу он соберет в сосуды, иными словами, истинных верующих, которые действительно повинуются ему и благодарят его, он возьмет с собой в Царство Небесное. Евангелие воды и духа, которые вы услышали, является истиной, позволяющей вам получить прощение всех ваших грехов. В настоящий момент ваша вера в эту истину может быть недостаточно прочна. Но если вы ходите в Божью Церковь с верой в истинное Евангелие, не пропускаете собраний своих собратьев во Христе и пользуетесь любой возможностью, чтобы услышать Слово Божье, тогда вы действительно сможете исполниться Святым Духом. Если поблизости от вашего дома нет Божьей Церкви, тогда храните вашу веру, питаясь духовной пищей, почерпнутой из наших книг и найденной на нашем сайте в интернете. Молите Бога дать вам возможность ходить в церковь, где вы сможете в полной мере удовлетворить вашу потребность в Евангелии воды и духа. Дорогие братья и сёстры, в Библии сказано «Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные жизнь и мир». Римлянам глава восьмая стих шестой Даже сейчас в этот самый момент многие из вас предпочли бы поваляться дома на диване, нежели быть в церкви. Насколько заманчивой для вас является перспектива посмотреть новый фильм, наслаждаясь при этом аппетитной пиццей и холодной Кока-Колой. В мире нет человека, который бы не познал этого удовольствия. В каком-то смысле жизнь по вере может вам показаться глупостью, ведь она требует от вас пожертвовать удовольствиями и посвятить себя духовным делам. Вы непременно придёте к такому выводу, если будете рассматривать жизнь с позиции плотских помышлений. Однако жизнь по вере заключается в том, чтобы следовать Слову Божьему, подобно тому, как это делал Авраам. Вы должны следовать Слову, написанному в Библии, потому что это Слово является истиной. Всё должно исполниться в полном соответствии со Словом Божьим, но отнюдь не в соответствии с нашими плотскими желаниями. Поэтому следовать Слову по вере это мудрый выбор. Именно по вере в Слово мы можем получить прощение всех наших грехов, следовать за ним, творить угодные Богу дела, получать ответ на наши молитвы, стать служителями, выполняющими духовную работу Царства Небесного и получить благословенный урожай. Иисус сказал, что Царство Небесное подобно неводу, закинутому в море и захватившему всякого рода рыб. Он сказал, что когда Небод наполнился, его вытащили на берег и сели перебирать рыбу, хорошую собирая в сосуды, а худую отбрасывая прочь. Что здесь подразумевается под худой рыбой? Как я уже говорил ранее, под худой рыбой подразумеваются те люди, которые следуют лишь вожделением плоти. Худая рыба это те, кто не верят в Евангелие воды и духа всем своим сердцем, но верят как бы нехотя лишь для очистки совести, продолжая интересоваться мирскими удовольствиями, стремясь удовлетворить свою плоть и только этому посвящая свою жизнь. Бог забросил в мир Небод под названием Евангелие воды и духа. И теперь Он ждет, когда Он наполнится рыбой. Иными словами, Бог хочет, чтобы каждый человек получил прощение грехов, внимая Евангелию воды и духа и веруя в Него. Вот над чем трудится Бог. Однако, несмотря на это, среди верующих в истинное Евангелие есть и те, кто остаются вне веры. Эти люди будут непременно судимы Богом за их прегрешения. Иначе говоря, даже среди верующих в Слово Божье есть те, кто будут отвергнуты Богом в конце времен. Да, мы действительно несостоятельны, немощны, зависимы от желаний нашей плоти. Мы тяготим ко всему мирскому. Вот почему мы все еще остаемся во плоти человеческой. И все же, несмотря на это, очень многие люди посвящают свою жизнь служению праведным делам Божьим. Бог даровал Слово истины этому миру, даровал его нам, и мы, обретя прощение грехов, действительно должны верить в Божье Слово и следовать Ему. Только по вере мы можем совершать праведные дела. Мы должны постоянно обращаться к написанному Слову Божьему, запечатлевая его в наших сердцах и прочно держаться за него. Поскольку ты сказал, что сделаешь это, я верую, что ты обязательно сделаешь это. Жить по вере значит постоянно обращаться к Слову Божьему, следовать этому Слову и повиноваться ему точно так, как это делал Авраам. Именно с такой верой только в этом случае мы будем иметь правильную и великую веру, которая пустит глубокие корни и даст сильные ростки в нашем разуме и нашей душе. И только в этом случае с Божьей помощью будет процветать не только наша душа, но и наше тело. Наш Господь сказал в Евангелии от Матфея «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Матфея глава 6 стих 33 Только верующие в Евангелии воды и духа могут выполнять праведную работу, о которой говорил нам Бог. Если мы всем сердцем своим принимаем это Евангелие, доверенное нам Богом, если мы веруем, что нам надлежит служить этому Евангелию, и если мы действительно служим и следуем Ему, несмотря на нашу несостоятельность, тогда Господь будет не спосылать нашим душам и телам все больше и больше славений до до конца наших дней. Но если мы попытаемся жить только по плоти, тогда на этой земле нам больше не будет никаких благословений. Нам придется рассчитывать лишь на собственные силы, и нам не будет помощи от Бога, ни прямой, ни косвенной. Если наша вера будет угодно Богу, тогда Он окажет нам помощь как прямо, так и косвенно, и мы преуспеем во всех наших делах. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Господь говорит, если вы всем сердцем своим искренне веруете в Евангелие воды и Духа, тогда задумайтесь прежде всего о расширении Царства Божьего и распространении Его по всей земле. Молитесь об этом, объединяйтесь с Царством Божьим и служите Ему. Тогда я буду помогать вам на всех этапах вашей жизни, до самой вашей смерти. Если вы будете служить мне, тогда и я благословлю вас. Иисус сказал, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. если вы действительно хотите быть любимыми и благословенными Богом, тогда всё, что вам нужно делать, это верить в Него всем своим сердцем и всем сердцем следовать за Ним. Иначе говоря, если вы от всего сердца делаете то, что угодно Богу, тогда всё остальное Он возьмёт на себя. Таково Божье обещание. Вот почему все человеческие средства абсолютно бесполезны перед Богом. Насколько же глупо с нашей стороны ломать голову, пытаясь строить какие-то планы, в то время, как наши умственные способности не дотягивают даже до среднего уровня. Перед Богом все ухищрения и уловки, к которым прибегают люди, абсолютно ничего не стоят. Вместо того, чтобы пытаться всё делать, сообразуясь со своими собственными рассуждениями, лишёнными какого-либо смысла, мы должны верить в Слово Божье и следовать Ему по вере. Если служители Божьи проповедуют Его Слово таким, каково оно есть, тогда мы должны с верой следовать за ними. Бог трудится в наших сердцах только в том случае, если мы действительно веруем в Его Слово и следуем Ему. Мы не должны и мысли допускать о том, что можем служить Богу, полагаясь на человеческую праведность. Нам с вами необходима вера в Слово Божье во всей Его полноте, а в повседневной жизни мы нуждаемся в безграничном благословении Божьем. И для того, чтобы получить всё это, мы прежде всего должны верить в Слово Божье и жить ради Евангелия. В противном случае обрести веру в Слово и получить Его благословение просто невозможно. Если человек заявляет, что он благословенен, даже не веруя в Господа, не служа Ему и не следуя за Ним, это означает, что Бог отвернулся от него, и этот человек ему безразличен. Если в Божьей Церкви есть человек с такими нечестивыми рассуждениями, и он не верит в евангельскую истину, он вскоре покинет Церковь и в конце концов погибнет. Быть благословенным, не имея веры и не живя по ней, само по себе является проклятием. Бог желает общаться с сердцами, верующими в Его Слово. Это истинное духовное общение. Богу известно всё, поэтому мы должны всем сердцем своим верить в Слово Божье и слова Его служителей, А наши сердца должны использовать любую возможность, чтобы совершать Его праведные дела во имя проповедования Евангелия. Такие сердца могут иметь уши, чтобы слышать и понимать Его Слово. при этом открываются их духовные глаза, а вера их растёт и становится всё более прочной. В Библии сказано Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Римлянам, глава 10, стих 17. Когда служители Божьи проповедуют Его Слово, видеть веру, научиться ей и сделать её своей, могут только те люди, чьи глаза открыты. И когда такие люди общаются между собой, они могут научиться вере друг от друга. И они могут на своём собственном опыте убедиться, что их вера быстро возрастает. И это действительно так. Я бесконечно благодарен Богу за те моменты в моей жизни, когда я ощущал присутствие Господа и общался с Ним. Чтобы рассказать об этом, мне понадобилось бы значительно больше страниц, чем есть в этой книге. в самом деле, даже если я буду писать книгу за книгой, всё равно этого будет недостаточно. Поэтому я объясняю вам смысл написанного в Библии в виде кратких комментариев отдельных стихов. Завершая сегодняшнюю проповедь, мне хотелось бы поговорить о том, как мы должны жить по вере, во что должны верить и о чём предупреждает нас Его Слово. Царство Небесное – это Царство Божье. Невод – это Евангелие воды и Духа, которое проповедуется в Божьей Церкви. Рыба – это люди, живущие на этой земле. Те из них, кто всем сердцем верит в Евангелие воды и Духа, являются хорошей рыбой и праведниками. Но те, кто поверил не окончательно а лишь на некоторое время, кто отворачивается от Слова Божьего и следует вожделением плоти и мирским помыслам, это худая рыба. Люди, подобные хорошей рыбе, будут приняты Господом и войдут в Царство Небесное, а тех, кто был признан худой рыбой, он отбросит прочь. Иисус говорит, что так произойдет при кончине века, и это произойдет непременно. Когда наша собственная жизнь подойдет к концу, нам также придется пройти через испытание его судом. Каждый человек, живущий на этой земле, хотя бы однажды предстанет перед судом Божьим. Бог сказал, что он разрушит этот мир и создаст на его месте новый мир. Были времена, когда на земле бродили динозавры, но в один прекрасный день они исчезли, и это послужило отправной точкой для начала нового мира. Подобно этому Господь в будущем даст начало новому миру. Посредством своего написанного слова наш Господь говорит нам о грядущем тысячелетнем царстве и царстве Божьем. Дорогие братья и сестры, в Библии говорится не только о Евангелии воды и духа. Есть множество других тем, к которым обращается Библия. Проповедники продолжают неустанно говорить о Евангелии воды и духа по той причине, что евангельское слово воды и духа является ключом, который открывает врата Царства Божьего. В Библии есть много такого, о чем мне хотелось бы вам поведать, но если я стану рассказывать вам обо всем одновременно, возрастет ли от этого ваша вера? Именно поэтому я затрагиваю в моей проповеди лишь определенный сюжет, поскольку только в этом случае вы сможете достичь правильного понимания того, о чем я говорю. Вы, святые, которые веруют в Евангелие воды и духа, будете подвергаться гонениям из-за вашей веры, над вами будут насмехаться, и вы будете презираемы людьми. Однако, если вы действительно веруете, вы не должны обращать внимания на все эти насмешки и притеснения. Относитесь к ним как к лаю пляшивой собаки. Тогда все невзгоды, с которыми вам приходится сталкиваться во имя правды Божьей, обернутся для вас истинной радостью. Если вы так не считаете, значит, вы не держитесь Слова Божьего. Если человек не посвящает себя совершению праведных дел, если он свои собственные дела считает важнее дел Божьих, и если он опасается того, что о нем могут подумать другие люди, тогда этот человек не верует в Слово Божье. Он, скорее всего, является последователем так называемых христианских организаций. Совершенно очевидно, что подобные люди и есть та самая худая рыба, которую Бог отделит от хорошей и выбросит вон. Если мы всем сердцем своим веруем в Евангелие воды и духа, исследуем ему, и если мы, несмотря на нашу несостоятельность, прежде всего, ищем Царство Божьего и Его правды, тогда мы никогда не уподобимся худой рыбе. Однако, если мы не сможем уверовать в это истинное Евангелие и последовать за Ним, а вместо этого будем воспринимать нашу жизнь в Божьей Церкви лишь как один из способов нашей обычной жизни по плоти, тогда в конце дней Бог поступит с нами так же, как Он поступил с худой рыбой. Мне не дает покоя мысль о том, что вы можете стать подобными этим людям. Поэтому я хотел бы, чтобы вы приняли Божье Евангелие и жили ради Него. Только настоящая вера угодно Богу. Если мы веруем всем своим сердцем, тогда рано или поздно мы станем истинными христианами. Несмотря на то, что ваша плоть слаба и несостоятельна, я все равно призываю вас родиться свыше, веруя в Евангелие воды и духа, в самых сокровенных глубинах своего сердца, я призываю вас следовать за Богом, будучи ведомым пастырем небесным. Если вы прислушаетесь к моим словам, слово Божье наполнит ваши сердца. Оно позволит вам настолько вырасти духовно, что даже не осознавая того, вы обнаружите, что подобно Аврааму вы стали человеком веры. Я надеюсь и молюсь о том, чтобы все служители Божьи, все святые действительно стали тем самым добрым полем, которое приносит богатые духовные плоды. Я хочу, чтобы вы всем сердцем своим верили в Слово Божье и следовали Ему. И я страстно желаю, чтобы Бог благословил вас, стремящихся жить по вере и еще больше упрочил вашу веру. Слово Слово Субтитры создавал DimaTorzok